КАВА БАНГА КОТОРОГО ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЕЛЬНО В ПРЕДЕЛАХ ВРЕМЕНИ ИГРОВОГО СОБЫТИЯ ПОТОМ ВЫ ЭТУ МАШИНУ СЕБЕ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОДНОЗНАЧНО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СЕБЕ ДОПЛОНИТЕЛЬНО ЖЕТОН РАСШИРЕННОГО ПРОПУСКА ВАЛЮТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОГО ПРОПУСКА НУ КОРОЧЕ ГОВОРЯ ДЛЯ НАШЕГО БАТЛПАСА ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЕ ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА МУТАНТА НУ И ПОНЯТНОЕ ДЕЛО СЛОТ В АНГАРЕ КОРОЧЕ ГОВОРЯ В ЦЕЛОМ Я БЫ ТАК СКАЗАЛ ЗА МУТАНТА ДВАДСАТКА И ДЕСЯТЬ ЗА РАСШИРЕННЫЙ ПРОПУСК Вы можете взять себе более скудненький наборчик Но обратите внимание, мутант здесь тоже есть Есть мутант, есть особый пропуск на события И есть самое открытое оборудование и слот в ангаре Ну и если вдруг вам особый пропуск не нужен То, соответственно, можете опять-таки за те же самые 20 баксов Но я, честно говоря, выгоды никакой не вижу Взять себе просто отдельно самого мутанта Без открытого всего оборудования И просто к нему слот в ангаре По правде говоря, я немножко расстроен Потому что рассчитывал, что все-таки разработчики Дадут возможность получить эту машину Либо просто потом и кровью зарабатывая ее В каком-нибудь игровом событии Либо то же самое делая, но еще и доплатив какой-то голды Ну а здесь реальные бабки И, понятное дело, не всем танкистам повезет данную машину себе забрать Я вот, допустим, имею очень большие сомнения Получится ли мне эту коллекционную тачку поставить себе в коллекцию Ну и, честно говоря, очень сильно расстроюсь, если у меня это не выйдет В отношении мини-квеста Здесь все банально просто Необходимо по 5 побед в день делать Если не успеваете сделать сегодня 5 побед Они переносятся вам потенциально на следующий день То есть догнать можно в какие-то дни Когда вы можете поиграть подольше Ну и по большому счету Наверное, самое ценное, что здесь есть Это фон профиля И для меня лично самая ценная награда Она находится в конце Там, где необходимо собрать 105 кусочков пиццы Это атрибут ангара Смотрится суперски Я бы себе такой с удовольствием заимел Ну прикольно Прикольно, действительно классно Короче говоря, в отношении того, что танк выставили просто на продажу Груз-печаль Это однозначный факт Ну а в отношении того, что такой танк появился в игре Ну, по-моему, довольно неплохая идея Что танк собой представляет Сейчас посмотрим на моем пресс-аккаунте Куда с вами переходим Ну и там будем делать на него абсолютно честный обзор Итак, друзья Пресс-аккаунт и практически недосягаемый мутант Давайте будем обсуждать Обсуждать будем следующее Первое По-моему, он улыбается Ну, либо у него очень сильно живот скрутило Чисто, чисто Ниндзя-черепашевская такая мордочка И это действительно танчику очень круто подходит В отношении внешнего вида Все действительно очень классно Разработчики, а точнее художники неплохо постарались И тематика, как мне кажется, была передана практически полностью Единственное, чего мне лично не хватает Это того, чтобы здесь все-таки в камуфляжах Можно было что-то в танчике менять Ну, все-таки-то в комиксе Ниндзя-черепашек четверо было Правильно? Там Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль Ну, почему бы нельзя было сделать в камуфляжах Возможность менять частично внешний вид А именно, меняя внешний вид Получать дополнительные какие-то ленточки Как это было на лицах у ниндзя-черепашек Разного цвета, допустим, фиолетовую Ну, а вот здесь вот сзади, на корме, где-то сверху Ложить 2-3 зубца, 2 палки Либо, не знаю, там, 2 меча Или нунчаки Мне кажется, что это было более Более жирно добавило бы тематики Данной машине Ну и, соответственно, отобразило бы, в принципе, всю тематику Туртласс Что могу сказать еще? Меня очень сильно смутило То, что нет, нет нашего товарища Шредера Как мне кажется, можно было бы добавить еще одну тачку В пределах этой коллаборации Как вы помните, допустим, у нас есть Хищник И есть Виндикатор У нас есть Хельсинг И есть Дракула Так почему бы нельзя было сделать Миндзи-черепашек И, соответственно, главного злодея Шредера В свойственном ему стиле Ну, ладно Не добавили, да и не добавили Плюс к тому, я не совсем понимаю Зачем машину назвали именно Мутант Мутант это что-то страшное Что-то некрасивое Что-то неприятное А здесь вполне себе симпатичный Желто-зеленый малыш И, в принципе, можно было бы назвать его Как-нибудь, хотя бы именем Какой-нибудь черепахи, что ли Ну, ладно Тоже проехали мимо Смотрим на технические характеристики По ТТХ здесь Ну, очень странно все Серьезно, странно 470 единиц урона для седьмого уровня Это просто реально Переход всех возможных разумных границ В отношении урона, который танк может наносить на этом уровне При этом всем мы имеем перезарядку Больше, чем у многих десяток Целых 15,5 секунд С учетом оборудования Которое улучшает данный показатель То же самое касается Времени сведения и разброса Угол склонения вниз Минус 6 Это легкий танк И играть на нем В принципе Должно быть просто Ах нет Нелегкий Средний танк, ребят И именно подвижность у нас Из-за этого схромает Я бы сказал На обе ноги И ждешь ты от этой ниндзя черепашки Какой-то бешеной динамики И какой-то Ну не знаю Прям озорной игры Что это по факту собой представляет Давайте посмотрим Непосредственно в катке Ну что, ребят Поехали И честно говоря Поправ на карту Нью Бэй Я немножечко расстроился Связано это с тем Что угол склонения орудия Всего лишь минус 6 И на мостике делать мне нечего Под мостиком Меня тоже не особо ждут А направление тяжелых танков Для меня в принципе Само собой закрыто Получаю первую тычку Получаю вторую Ответить нечем Потому что Не выцелю нормально Не сведусь И в целом Не хотелось бы На дальних расстояниях Просто стоять и отхватывать Поэтому продолжаю Триумфальное движение вперед По скорости Ребят Малыш маленький И ты ждешь от него Какой-то бешеной динамике Ждешь от него Что он будет лететь вперед Что он будет носиться Как угорелый по карте Ну и Наваливать со всех сторон С криками Кия Каждому сопернику Которого он встретит На своем пути Ну вот пока ты сведешься Ты Ожидаешь Кия А потом закидываешь Действительно крутые 460 С копейками Единиц Это неплохо Вопросов нет Потом опять Долгая перезарядка И в этом всем Получается Будет наш Великолепный Мутантик 499 Это действительно Очень круто И сейчас бы добрать Тараном Не знаю Получится или нет Получилось Ребят Вы представляете И при этом Я правда тоже Немножко хп сливаю Но по-моему Оно того стоило Едем дальше Не знаю Не знаю У меня двоякое отношение К данному танку Я понимаю Что это прозвучит Как-то неправильно Но я В некоторых моментах Ожидал большего И честно говоря Немного расстроен То что эта тачка Будет уникальной Да Вопросов нет Хочу ли я ее себе Да Безумно Я любитель Всякого рода Редких танков В нашей игре Я безумно Люблю танки Которые не похожи Ни на кого В этой игре Ну и соответственно Из-за этого мне нравятся Всякого рода Лесные ведьмы Могильщики Крушители Ну да С крушителем Погорячился Там попахивает КВ вторым По внешнему виду Но все-таки Игра Немножко не та На нем В общем В этом отношении Танк удался Удался действительно На все 200 И его редкость Его уникальность Это действительно Его Огромная фишка Ну а вот В отношении Его Возможности Поиграть Мне честно говоря Не хватает Драйва Если вы понимаете О чем я говорю Я постоянно играя на нем Я отыграл Ну где-то с десяток каток Для того чтобы понять Что это за танчик Я для себя Подчеркнул Что основные моменты Которые меня смущают В этом танке Это скудный угол Склонения орудия Вниз И по большому счету Было бы неплохо Чтобы все-таки Можно было Ну как-то Получше отыгрывать На неровностях Поскольку Ну танчик маленький И в целом Ну не всегда ему место На открытых пространствах И поэтому Очень сильно Не достает В этом показателе Плюс к тому Хотелось бы отметить Что второе Что меня смущает Это Вот это вот Как раз Отсутствие драйва Желание погонять По карте А оно Не реализуемо Полностью Ты просто не можешь Нормально разогнаться И динамики у машины Я бы сказал Практически нет В отношении бронирования Да Все довольно неплохо Довольно часто танкует И это Довольно часто тебя Удивляет Опять-таки Потому что Относишься ты К этой машине Именно как к легкому танку А не как к среднему Ну и соответственно Ожидаешь от него Слабого бронирования Но нет Оно все-таки присутствует Стоит также отметить Скудноватое Время сведения Но про него В принципе Можно и не говорить Как про скудное По одной По той причине Потому что Взамен ты получаешь Ну в край В край Крутое орудие В отношении урона 2300 С копейками Единиц Нанесенного урона И что это В пределах нашей команды Да понятное дело Скорее всего Первое место Я буду удивлен Если второе Да нет С шикарным отрывом Я нахожусь впереди Спасибо большое Союзникам За то что Составили мне Компанию В этом бою Спасибо большое Разработчикам За то что Дали мне возможность Покатать на данной машине Хотя бы на пресс-аккаунте Мне лично Танчик Понравился Довольно таки Сильным Я не буду говорить По поводу того Что это мастхев И что его Не обязательно Или наоборот Обязательно Покупать себе Могу сказать Только одно Уникальность В тачке присутствует И это единственная Возможность Ее получить Как и многие Другие машины Из всякого рода Коллабораций Сам танк Мне понравился Скорее всего К нему необходимо Просто привыкнуть И привыкнуть К его недостаткам Вот точно так же Как привыкаешь К недостаткам Пираньи Либо других машин Которые Вроде бы За кого-то Себя выдают Но по факту Является Кем-то другим Я побежал Снимать следующее видео Специально для вас А вам Мира, друзья мои И обязательно Спокойствия Всем пока-пока